Плюс автомобилизация всей России. Любви к железному коню в нашей стране покорны все возрасты и практически все категории населения. Женя, сержант-контрактник, служит в охране важного военного объекта. Зарплата стабильная, с перспективой роста. Давно решил взять новую машину в кредит. В этом году мечта близка к осуществлению. Евгений продал подержанную 12-ю, подкопил денег на первый взнос. И придирчиво оценил условия заимствования. Вывод по военному четкий. В этом году все стало намного проще. Знакомые покупали машину, намного сложнее было и платить больше надо было. И взять там надо было несколько поручителей, там еще плюс там, не знаю, а сейчас все просто, пришел с документом, дал заявку, заплатил первый взнос. Все. И через некоторое время уже на колесах. Субъективное мнение потребителя подтверждает и статистика. Рынок автокредитования в России уверенно преодолевает докризисный уровень. Уже в прошлом году в стране по кредитным схемам было реализовано 640 тысяч машин. Правда, продажи распределились неравномерно. В лидерах, естественно, центральный федеральный округ с почти 35 процентами. Второе и третье место заняли Приволжский и Сибирский федеральные округа. 17 и 15 процентов соответственно. Пополнить ряды автолюбителей в Прикамье стало проще. Сбербанк продолжает улучшать условия автокредитования. С начала текущего года в Западноуральском банке Сбербанка России этой формой заимствования уже воспользовались свыше полутора тысяч клиентов. В эти месяцы традиционно спрос возрастает. Январь спокойный, февраль-март на подъеме, апрель-май наибольшее количество продаж автомобилей. В этом году достаточно много новинок. Интерес у населения достаточно растет. Причем мы отмечаем то, что именно в сегменте премиум. От покупателей дорогих и солидных авто не отстают и сторонники более бюджетных моделей. Тем более, что в рамках совместных программ финансистов и автопроизводителей предусмотрены значительные преференции для всех категорий клиентов. Есть и интересные совместные программы с автопроизводителями. Если мы говорим о таких марках, как Audi, Volkswagen, Skoda, Opel, Chevrolet, то здесь у нас присутствуют как индивидуальные процентные ставки по кредитованию именно на эти автомобили от Сбербанка России, так и скидки на машины от автопроизводителя. То есть от розничной цены также автопроизводитель предоставляет скидку. Аналогичные предложения сформированы по продукции Fiat, Lada семейств Priora и Kalina, Hyundai, Горьковского и Запорожского автозаводов. А по китайским машинам Haima и LeFan в Сбербанке действуют эксклюзивные условия. Заявки можно подать в любом кредитующем подразделении банка, а также непосредственно в дилерских центрах. Там можно получить не только консультацию, но и оформить всю полностью кредитную документацию. Тут же выбрать автомобиль, интересующий вас автомобиль. Соответственно, это достаточно удобно с точки зрения клиента. Не нужно дополнительно приходить в офис банка. Популярная среди клиентов банка услуга уже подтвердила свою востребованность. Помимо специалистов Сбербанка, консультационную помощь будущим владельцам железных коней готовы оказать сотрудники фирм-автодилеров. В любом автосалоне присутствуют специалисты непосредственно автосалона, которые точно так же могут проконсультировать наших клиентов и точно так же отправить заявку в тот филиал, который удобен для получения непосредственно кредита и для оформления документов. Более подробную информацию можно найти на сайте www.sberbank.ru